Самое масштабное событие в оборонной отрасли Казахстана выставка «Кадекс» начала свою работу. 350 компаний-производителей военной техники и 40 зарубежных делегаций прибыли в Казахстан, чтобы продемонстрировать последние технические разработки. В этом году выставка проводится уже в четвертый раз и продлится до 5 июня. Экспозиция развернута в восьми павильонах на открытых площадках. На одной из них сейчас работает наша съемочная группа и с нами на прямой связи Сабина Сиксимбаева. Сабина, скажите, какие образцы оборонной техники вы уже успели увидеть? Да, Иван, сюрпризов на нынешней выставке немало. О них я расскажу чуть позже, а для начала немного об участниках. Компанию «Казахстан Инжиниринг» на выставке «Кадекс» представляют сразу 20 предприятий и производителей оборонной техники. Гости и участники выставки увидят авиатехнику ВВС, а также военную технику сухопутных войск. Помимо отечественных, свои достижения демонстрируют и предприятия ближнего и дальнего зарубежья. Это Россия, Беларусь, Китай, Франция, Нидерланды, Германия и многие другие страны. Организаторы идут в ногу со временем, поэтому многие секции посвящены новинкам в области IT-технологии, робототехники, а также авиации. Что касается особенностей данной выставки, из самых заметных экспонатов я, пожалуй, отмечу бронированную машину «Орлан». Ее аналогов сейчас в Казахстане нет и на выставке «Кадекс» ее представили впервые. И прямо сейчас возле меня директор компании «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Салимов Ербол Имбергенович. Ербол Имбергенович, расскажите, пожалуйста, в чем особенность этой техники? Особенность этой техники в том, что машина имеет высокую защищенность, мобильность, машина держит мины до 7 кг под нищем, до 10 кг под колесом, соответственно, имеет также высокую баллистическую защищенность, 12,7 калибра патрон НАТО держит. После подрыва или обстрела данной машины экипаж остается боеспособным и, соответственно, живым. Какой уровень локализации производства этой машины сейчас в Казахстане? Локализация на данный момент составляет порядка 40%, но мы работаем над локализацией, что позволит нам создать дополнительные рабочие места, то есть в смежных производствах. Каждая комплектующая деталь этой машины, я считаю, что должна максимально достигаться производством в Казахстане и в странах таможенного союза, соответственно, будет развиваться, как я уже говорил, смежные производства и создаваться новые рабочие места. Скажите, пожалуйста, поступили ли вам уже заказы на производство этой техники? Да, конечно. На данный момент у нас заключены контракты с Министерством обороны, с различными силовыми силами Республики Казахстан. Также мы работаем над экспортом данных видов вооружения со странами Ближнего Востока, странами СНГ, что позволяет нам говорить о том, что очень высокий есть спрос на этих рынках и большой потенциал. Спасибо большое, Ербол Имбергенович. А я напомню, что это был директор компании «Казахстан Парамаунт Инжиниринг» Салимов Ербол Имбергенович. Но я отмечу, что «Орлан» не единственное, чем организаторы выставки решили удивить своих гостей. Здесь также представлен единственный в Центральной Азии летный тренажер ЕС-145. К примеру, машиностроительный завод имени Кирова продемонстрирует самонаводящиеся торпеды для военных подлодок и кораблей. Словом, образцы военной техники, которые здесь сегодня представлены, можно перечислять, я думаю, очень долго. Я отмечу, что выставка «Кадекс», которая расположилась на площади 90 тысяч квадратных метров, представляет собой достаточно эффектное зрелище. Не менее грандиозная шоу-программа предусмотрена для гостей и участников выставки. Здесь выступит известная каскадерская группа «Намад», а также военнослужащие единственного в СНГ военно-егерного полка вооруженных сил. Также отмечу, что в ходе выставки компания «Казахстан Инжиниринг» подпишет контракты на сумму 5 миллиардов тенге на поставку оборонной техники за рубеж. Кроме того, будут подписаны меморандумы о сотрудничестве с иностранными компаниями военно-промышленного комплекса. У меня пока на этом все. Иван. Спасибо, Сабина. На прямой связи со студией была Сабина Сексимбаева. Моя коллега освещает выставку «Кадекс». Она стартовала в Астане сегодня и продлится до 5 июня.